На улице жара, градусов 30, на календаре пятница, ледяное пиво льется в стакан и создает пенную шапку. А это значит, что настало время пивной кухни. И скорее всего, вы меня сейчас ненавидите. Осталось только ни в коем случае не выпить, потому что надо кое-что вкусное вам сегодня показать. Ребятоньки, всем огромное здравствуйте! А жалко, да, немножко, что придется, наверное, не мне его пить? Ну ладно, короче, суть не в этом. У нас сегодня три рецепта, три очень простых вида мяса я взял. То есть мы сегодня задействуем крылышки, мы задействуем с вами сегодня шейки куриные. Господи, это мои студенческие года, это очень вкусно, это очень просто и это очень недорого. Это семечки отчасти. Также я давным-давно хотел показать, как мне нравится готовить куриные сердечки. Ребятоньки, я все понимаю, может быть, для кого-то это субпродукты. Если их правильно и вкусно приготовить, это будет очень хорошей пивной закуской. Начнем мы именно с них, именно с... Подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. А вдруг плохое было? Все, погнали! Начнем мы с вами именно с куриных шеек. Давайте покажу, как это выглядит. Это очень вкусная закуска, еда, что угодно. Семечки. У меня здесь полтора килограмма. Если вдруг что, в описании будут все нужные ингредиенты. По сути, я вам просто покажу все маринады. Но так, покажи меня. Я тоже вот, надо немножко объяснить. Это не значит, что маринад, который мы сейчас делаем к этому, не подойдет к следующему рецепту. Это все очень хорошо коннектится. Я показываю свои какие-то любимые наброски. Но поймите, если вы такие, слушай, этот чертяка добавил туда масло. Мне нравится масло. Значит, скорее всего, подойдет для любого рецепта. Это я утрирую и шучу очень плохо. Погнали! Первый рецепт. Берем миску. Я просто здесь буду смешивать, чтобы было все это дело понятней. Первое. Вот это очень важно. Есть такой соус, называется нашраб. Это, по-моему, турецкий соус. Он отвечает у нас за сладость здесь. И отвечает за кислоту. То есть, он делается на основе гранатового сока, если я не ошибаюсь. Дальше у нас идет соевый соус. Используем. Я по вкусу. Я лучше потом попробую. Это у нас отвечает здесь за соль. Темненький цвет пока. Дальше. Что мы используем? Каенский перец. Немножко остринки легкой. Не борщим. Молотый имбирь. Также отлично подойдет. И здесь вот есть момент, который вы скажете. Дружище, а где чеснок? Вы знаете, в последнее время я перешел на сушеный чеснок. Мне он очень нравится. Поэтому сегодня мы обойдемся без него. Хотя, хотя, кстати сказать. Мы же сегодня это три рецепта и все. Ну вы что? Я не такой. Мы сегодня еще с вами сделаем гренки. Это будет четвертый рецепт. И к нему будет офигенное чесночное масло. Поверьте, я думаю, вряд ли вы где-то видели это. Это я спер фишку у одного из баров. Где-то мы были. Очень вкусно получается. Я думаю, вам понравится. Ну если бы было невкусно, мы бы здесь не показывали. Короче, масло. Я считаю, это очень важно в маринаде. Для кого-то нет. Для кого-то да. Для меня точно да. Ну и просто по классике добавим сюда. Вот так вот. Господи. Слушай, баночка, конечно, кондовая. Но все время открывается. Вот такой перец я больше всего котирую в маринаде. Обычный порошковый. Вот так у нас уже отлично все пройдет. Между собой все перемешаем. Попробуйте. Должен быть баланс. Соль. Я всегда это говорю. Самое главное в маринадах это что? Это три вкуса. Четыре вкуса. Это соль. Это перец. Это кислота. Это сладость. Понимаете, да? И это очень важно найти этот баланс в любом маринаде. Тогда это будет вкусно. На мой взгляд. Оставляем это на ночь. Крылышек я взял немножко побольше, потому что я их любитель. Наконец-таки мы добрались до нормальных, да, все-таки, крыльев, я вам хочу сказать. Но единственное, что вот эта часть, но она все равно на любителя. Но ставь лайк, если любишь ее. Что мы делаем? Я на всякий случай объясняю. Смотрите, уапы, все красиво. Надо просто попасть в нужное сухожилие, и будет нам с вами счастье. Таким образом подготовим. Ребятки, я сразу говорю, вот это самая вкусная часть, которая только существует на планете Земля. Единственное, не надо делать надрезы здесь. Помнишь, мы как-то раньше делали? Ерунда. За ночь маринад проходит, но вот эта корочка какая красивая будет. Иначе будет... Вот не то, короче, вы поняли. Крылей пока отставим в сторону. Маринад. Мне он очень нравится. Я его довел прям до ума. Понадобится апельсин один. Ну, я бы даже сказал не один, а понадобится ровно половина его. Остальные можно съесть. Это витамины. Вот Алексей Михайлович умудрился заболеть тут недавно, да? Что я делаю? Берем маленькую терку. Посмотрите, какая красотулечка, да? Наташка, спасибо тебе большое. Короче, цедра имеет очень яркий аромат. И вот для маринада она подойдет. Мы сок тоже добавим, но это... Прям необходимо. Дальше понадобится апельсиноч. Сейчас, чтобы объектив не заиспачкать, отправляем сюда. Из жидких ингредиентов понадобится сок лайма. Я уже говорил, что использовать такие бутылочки, это просто очень удобно. Это масло. Я уже говорил, что считаю необходимым его добавлять. А также соевый соус, господа. Что вам сказать? Я использую соевый соус. Ну, вы уже заметили, я его везде использую. Это омой из желтых бобов. Делаю все на глаз, потом буду корректировать. Минутка полезной рекламы. Я думаю, что внимательные зрители давно заметили, что я использую соевый соус омой. Из желтых бобов уже, наверное, где-то год. Да, у нас был рейтинг, он выиграл. На самом деле, изначально мне вообще друг его подарил. Я попробовал. Классно. Было с чем сравнить. Путь был долг, но вот он для меня идеальный вкус соевого соуса. Соус отлично держит вкус при длительных термообработках и при высоких температурах. Поэтому подходит для гриля, для мангала, для духовки, да и для вока. Почему бы нет? У омой много разных соусов. И, кстати сказать, божественное кунжутное масло. На мой личный взгляд, оно просто лучшее в своем сегменте. Короче, есть закуска, ты помнишь? Это сейчас заготовка. На самом деле, мы, правда, с Наташкой иногда готовим. Очень быстро делается с мяском, да? Где, казалось бы, что-то там 15 минут готовки, а получается закусон идеальный. Из мяска, овощей. Ну, в общем, меня опять понесло. Мы обязательно, пока сезон, прям можешь меня пнуть. И в этом видосе, знаешь, что мы еще покажем? Апельсиновый сок, который ты планировала показать уже два года. Хорошо? Из трех апельсинов вот это вот все. Раньше данный соевый соус было сложно найти. Сейчас ситуация немножко исправилась. Есть озон, есть вайлдберрис. И самое крутое, что я, кстати, недавно заметил, появилось в перекрестке. То есть можно свободно прийти, если вдруг не хотите заказывать все это дело на маркетплейсах. Ребятоньки, от себя еще скажу. Классические бутылочки у ребят 550 миллилитров. Но для бизнеса есть и литровые, есть и больше. Поэтому имейте в виду, мы у себя в баре, например, используем литровые. Потому что там расход очень большой. И экономичная упаковка, все дела. Ссылочки на Омой будут в описании. И оставим на Озон, и на Вайлдберрис, и перекресток. Имейте в виду, достаточно популярный магазин. Я думаю, что многие смогут найти. И вот этот момент, знаете, как проверяется идеальный соевый соус? Понятно, мы маринады делаем, он очень мощный по вкусу. Но, я не знаю, ты согласишься, нет, когда ты берешь сушенку, да? Или просто лосось, макаешь, и вот этот вкус. Именно таким он, мне кажется, должен быть. Все, погнали к рецептам. Не успели мы, короче. Но это надо показать, смотрите. Господи, боже мой. Вот кто-то скажет, крысы. Да, а для нас это прям вот наши небольшие, скажем так, дачные питомцы. Они сейчас дерутся, кстати, сказать, за еду, походу, делал, Наташа. Уникальные кадры, да. Слушай, а может, тут сейчас какой-то секис происходит? Я, может быть, правда, не в курсе. Не выживают друг друга. Я вам хочу сказать... Вот у нас, видите, папа, короче, вчера делал крылья, я так понимаю, да? Вот он оставил. Мы их так немножко подкармливаем здесь. Я просто знаю, что у нас... Я уже рассказывал об этом. Многие хейтят, типа, чувак, это ежики. Они таскают там заразу. Мы все это понимаем. Но вы же понимаете, что мы не жахаемся с ними в десна, да? Это просто наши друзья в каком-то смысле. Да, они ночью выползают, едят улиток. Мама радуется. Ну, потому что они не едят растения. Мы к этому так... Вы посмотрите, у нас ворона летает. Наташа, я умоляю. Вы просто ее много раз слышали у нас в видосах. Мы покажем, какого она размера. Это вот такой вот просто орел. Скоро он уже вообще будет просто... Ходить, вот, наверное, это кто-то еще идет. Скорее всего, у них сейчас начинается эта трапеза. В общем, он просто скоро будет выходить. Папа Паша тоже молодец, да? Он откармливает здесь. Такой, уйти, моя воронушка. Вот тебе миска, вот тебе миска. А по факту, что получается? Потом это зараза. Потрошит мусорные баки. Слушай, нет ощущения, что я призываю... Ты не Дроздов. Я не Дроздов, я согласен. Давайте к рецептам. За южиков лайк. Они классные, серьезно. Главное, конечно, не трогать их. По специям сюда идет... Это сушеные томаты. Мне очень нравится. И здесь сушеный чеснок. Этого достаточно много. Это не мощно по специям. Здесь разойдется. Будет, why, мама, хорошо. Можно взять готовые смеси, например. Ну, посмотрите. Ну, давай я уж не буду обманывать. Да, мы купили. Она для курицы просто. Она вкусная. Там, может быть, немножко глютамата есть. Хотя, ну, может и нет. Может, нет, а может, да. Может, это все слова. Может, я, может, ю. Может, я там что-то там люблю. Видишь, как я беспалево смог исполнить какую-то композицию. Здесь в остроту уходить не будем. Наш с вами любимый перец. Вот еще на красоту тоже, да? Ты помнишь этот выпуск? Мы обязательно повторим скоро. Перца добавлю немного побольше. И здесь вот за что я топлю. Это кленовый сироп. То есть у нас баланс. Опять же здесь повторяется кислота, сладость. Здесь за сладость отвечает кленовый сироп. Многие спрашивали, это вообще не очень дорогой. Может быть, он разведенный. Вот с прицепом. Но мне он нравится. Он неплох. Берем руками. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Иди сюда ко мне. Я уже не буду здесь ничего делать. Все, заливаем. Я уже делаю на свой глаз. Вы поймите. Потому что глаз мой, алмаз мой. Я понимаю, что вот этого вкуса, который здесь, мне его будет достаточно. Теперь, что касается маринования. Опять же, если я делаю дома, я оставляю так на 2 часа. Потом вакуумирую пакеты. Я это рассказывал. Еще видос об этом не выходил. И замораживаю. Наташа пробовала. Если вы спросите ее, Наташенька, и что? Это же замороженное мясо. И как тебе? Да если бы мне не сказали, я бы даже не поняла. Это очень удобно делать такие заготовки. Вы понимаете, завтра друзья придут. А у вас уже, например, 3 килограмма крыльев в вакууме заморожены. Уже в маринаде. Единственное, размораживать надо в холодосе. Готовить это мы не будем на решетке. Мы не будем готовить на гриле. Сегодня я задействую только мангал. И покажу, как можно вкусно приготовить именно на шампурах. На решетке не то. Не тот калинкор. А вот здесь вот аромат уже, да, кстати, апельсина. Не знаю, чувствуешь ты, нет? Вот он мой сейчас идеальный доработанный маринад. Итак, теперь сердечки. Что с ними делать? Как мне нравится их готовить? Попка вот эта вот, да? Я ее вся... Вот, ну, как бы кто-то не состригает. Я считаю, что лучше состричь. И вот здесь есть маленький нюанс, да? Внутри может быть кровь. И вообще по вкусу лучше всего сделать вот так не до конца. Мозг, умоляю, не фантазируй. Но вот это все должно выглядеть вот так. Это очень удобно. Пойдет у нас на шпажке. Можно промыть, если хотите. Сердечки сердечные отправляем пока сюда и займемся маринадом. Здесь понадобится лук. Ровно половина. Мне нужен не лук, а мне нужен сок от него. Поэтому трем его на терке. А почему лук здесь нужен? Да потому что сердечки, да? А? 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 Ой, какая вкуснотища, когда их поджаривается лук. Сердечки. Водички для тушения. Потом огурцов соленых или маринованных, например. И все это с метанкой, баф. И это вот так. И с картошкой, и с чем угодно вообще уже. Главное, чтобы было что-то. Итак, лук, что с ним делаем? Моя любимая метода. Что у нас находится внутри здесь? Это томатный сок. Его не очень много. Поймите, если это кинуть вот типа в маринад. Ну, вы же понимаете, это все сгорит на шампурах. Поэтому нам нужен только луковый вкус здесь. Это достаточно острый маринад. Поэтому здесь я буду использовать острый соус. Ваш любимый. А также заюзаем мед. Кто-то считает, что мед после термообработки очень плохо себя ведет. Но я разговаривал. Ну так, покажи меня. Я буквально, ребята, секунду. У меня просто правда очень большое количество друзей и знакомых. Я и с людьми, и с пасеки разговаривал. И с достаточно умными людьми, кто в химии может. Там нужно столько его съесть. Вот, ну просто поверь. Если когда-то, наверное, Малышева где-то вам об этом сказала. Ну, я не знаю. Просто киски. Я пока живой, да? То есть, может быть... Тут вот, фу. В общем, вы пользуетесь. Малышевый привет. Малышевый привет, конечно, большущий. Так, давайте по соли. Здесь можно соевый соус использовать, я не буду. Я использую просто соль. Маринад должен слегка быть более интенсивный. Дальше сюда идет перец. Немножко копченой паприки. Для аромата. Чутка отца сушеного чеснока. Здесь хотя можно не жалеть его. Также здесь мне нравится использовать розмарин. Использую также сушеный, можно свежий. Вот это, кстати, классно коннектится к крыльям. Кто любит острые крылышки, будет прям бомбически неплохо. Да, и сюда идет масло. Как и во все маринады, подсолнечное масло, я еще раз повторюсь, мне кажется, что специи проходят в разы лучше. Перемешиваем. Отбросим сюда. На самом деле, сейчас розмарин не будет работать. Розмарин здесь сушеный. Работает всегда на длинных дистанциях. Мы сейчас все-таки еще добавим сюда сердечек. Мы немножко поменьше сделали, потому что у нас уже заходит солнышко. Это все-таки мы на килограмм делают. И завтра встречаемся с вами. И покажу, как это классно мы все приготовим. Надеюсь, классно. Может, и не классно. Что это? Я уверен, что классно. Ребятоньки, всем привет. На самом деле, сейчас нифига не утро, а такой же вечер, как и вчера. Мы решили, что в такую жару было сколько? 35, наверное, где-то. Мы решили не снимать и дождаться вечера. Обратите внимание, у нас все лучше промариновалось. Шейки куриные. Будем готовить на решетке. Это действительно очень удобно. Дальше. Я здесь все уже сделал. Я думаю, что заострять внимание, как это бесполезно. Смотрите, бессмысленно, вернее, а не бесполезно. Ах ты, зараза. Шашлычки куриные. Вот так вот все промариновались. Ну и крылышки. На самом деле, многие не знают, что... Может быть, не то, что не знают, не хотят, но можно без решетки приготовить. Получается очень даже зачетно. Итак, что мы делаем следующее? Гренки. Даже показывать не буду. Это, знаете, даже не гренки. Это именно подрумянинный хлебушек на углях. Получается подсушенный. И вот к нему мы сейчас сделаем с вами очень классное чесночное масло. Смотрите. Что нам для этого надо? У нас есть чеснок. Я сделаю побольше, потому что это очень классный продукт. Мы уже где-то лет пять назад показывали этот рецепт. Но не совсем этот как бы. Смотрите, что мы делаем. Мы берем и отрезаем вот эту часть. То есть, ну вот надо пожертвовать таким количеством чесночка. Но нам надо вот эта вот эта канальность. Многоканальность чеснока нам важна здесь. Со вторым делаем ровно то же самое. Наливаем сюда слегка масла. Масло можно взять обычное. Можно рафинированное, нерафинированное. Какое вам больше нравится. А можете взять трюфельное. Если вдруг есть такая возможность. Мы не очень любим это все. Слегка подсолим. Это для начального какого-то заряда вкуса. Потом, естественно, если что, подкарректируем. И сюда идет обычный молотый перец. Здесь вот свежемолотый идеально зайдет. После чего заворачиваем в одеялко. Довольно плотно. Ну а дальше мы с вами все это будем готовить. Очень несложно. Смотрите. Картошку запекали когда-нибудь? Если да, то все элементарное просто. Кладем просто сюда. И слегка закидаем углями. Оставляем так где-то минут на 15. Эффект я вам покажу. Получается очень классная паста. И фишка в том, что многие шеф-повара готовят именно в такой методе. Потому что запеченный все-таки чеснок в углях имеет какую-то дымковатость приятную. Он уже начинает немножко шкварчить. А мы пули идем сюда и здесь делаем дальше. Масло. Я большой кусок делаю, так как у нас много народу приедет. И сюда мы добавляем соль. Тут желательно не очень много. Пересолить масло много ума не надо. Обожаю использовать сушеный укроп. Если вдруг любите в Италию ездить. Как бы это сейчас не так уже и забавно звучит. Но можете использовать набор итальянских специй. Совсем немного каенского перца. А также свежемолотый перец. И здесь история-то осталась проста. Осталось подождать то, что приготовится там. Вмешать сюда греночки готовые. Просто представьте. Я надеюсь, что-то вы сегодня все-таки едите. Потому что иначе прям не очень. Погнали. Все быстро готовим. Я все знаю. Много волобольства. Вот это вот все. Ежик, кстати, ушел. Если вдруг появится, покажи. Это мой сегодняшний помощник. Кладем. Допрыгался, да, Гриньков? Ага. Да, ежик. Это у нас по приготовлению по 3-4 минуты с каждой стороны. Это готовится достаточно быстро. Сердца. Сердечные. Плюс-минус. Так же, столько же. Не провороньте их. Если проворонить, то они будут сухие и не очень вкусные. Поэтому их почаще переворачивайте. Но и крылья их готовить дольше всего. Где-то общее количество времени. Минут 15. Но смотрите. Переворачивайте опять же. Я не очень люблю готовить на прям сильно больших углях. Смотрите, и все. Прям чики-пуки. Все поместилось. А? Я сегодня, честно говоря, монтировал первую часть видоса. И я скажу, что-то у меня голос там, как будто бы у какого-то старого алканавта. Не-не, правда, заболел. Слушай, а в конце, слышно даже, а в конце я буду пить ледяное пиво. Да, все такие, чувак, ну кому ты причесываешь, а? Осталось нам сейчас выдавить, я не знаю, доили вы когда-нибудь корову или нет. Но по сути мы сейчас будем это делать с чесноком. Ты чувствуешь печеный аромат даже сейчас, да? Немножко подгорелый как будто, но внутри-то этот крем. Крем, блин. Крем, Алексей. Мне больше нравится хранение чеснока с коровой. И вот теперь, это может, ну надо подождать было бы, но у нас там сейчас все сгорит, если я буду ждать. Поэтому мы берем и вот весь этот чесночок, этот крем волшебный, кидаем сюда. Осталось теперь весь этот чесночок вбить в масло. У нас по сути получается с вами соленое, пряное, чесночное, вкусное масло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я немножко буду балабольствовать. Я не так давно вспомнил, как мы с дедушкой ходили за пенсией. Я имею в виду не в возрасте, вот сейчас с каким-то чужим дедушкой, да? А то, знаете, тоже может вызывать какие-то сомнения со своим. Может быть, твои пенсии? За твоей я уже, конечно, сходил. Короче, дедуля всегда, когда мы ходили, он покупал мне мороженку. Я никогда не понимал, почему он подходил к какому-то желтому вагончику, и мы оттуда уходили с банкой, которую бабушка потом просила себе для солений, и что-то пил какую-то желтую воду. Мне было нелюбопытно, мне сказали, это пиво, и все. Ни в коем случае не пропагандирую. Но мне хотелось ощутить вот этот кайфовый кайф. Да. Поехали, быстренько все пробуем. Греночки пока горячие. Это аперитив, то есть это должно быть, да, Натах? Это должно же быть перед всей этой историей, перед шашлычком. Давайте мы сделаем у нас перед шашлычком, если есть перед пивной кухней нечто. Это такие гренки. Я надеюсь, слышно, какие они хрустящие. Масло, йоккорный бабай. Ребята, вот ощущение печеного чеснока, он менее острый, чем если бы вы так добавили, да? Но вот этот вкус... Сильно долго сегодня размусоливать не буду, очевидные вещи, уже все говорили. Хотите немножко поэкспериментировать с моцареллой, с помидоркой, вы с таким маслом используете итальянские травы. Например, вы захотите съесть ля лягушка, например, да? Берете, покупаете прованские травы, и все, ля лягушку намазываете, и все, кайф. Очень классно, ну правда, да? Вот этот вот, я не всем спрашиваю, Наташку, правда, вы поймите, я отчасти вас об этом спрашиваю. Мне просто очень хочется, чтобы, может быть, кто-то приготовил и кайфанул. Так, теперь поехали к сердечкам, к сердечным нашим. Очень люблю всей душой и телой. Что сейчас? Телой, да, всем, тороплюсь уже. Можно вот это все снять с шампура, накрошить красного лука, можно замариновать его. Опять же, сверху можно добавить маринованного огурчика. И вот вам уже закуска полноценная, да? Да. А можно есть шампура? Вот, кстати, ничего не пригорает. Многие просто говорили, что вот, деревянные шпажки, самое удобное. Нормально работает? Да. И прикольно смотрится. Ну, за 24 часа, ребята, маринад промариновал просто это так. Не знаю, господа, как вы, мучаетесь или нет. Но для меня это реально мучение и страдание. Именно жара, которая происходит в Питере. Потому что... Ну, не привыкли мы, да? Мы как-то привыкли к каким-то 21 градус, 23 градуса, к 35-34. Я вот сегодня сидел просто целый день дома. Ну, не выйти, давление, наверное, сами понимаете. Вторая часть, самая вкусная. Ну, от кости все отходит. Вот опять же, это к вопросу о людям, которые... Ты все время на гриле делаешь? Пожалуйста, взяли, сделали на мангале. Но мангал-то явно уже у каждого может быть. Правильно? Правильно. Толь, ну вот ты попробовала крылышко. Ну, что уж прям сильно хуже, чем на гриле получилось. Я тебе могу сказать, что маринад просто... My love, серьезно. Да. Маринад тащит на 200%. Они еще промариновались у нас. Вообще, они просто офигенные. Это для всех любителей апельсинов, цитры. Немножко, может, легкой пикантности. Здесь все на своем месте. Он для меня сейчас действительно идеальный. Почему они темненькие получаются? Очень просто. Соевый соус. Соевый. А мой. Ты об этом? А мой самый лучший. Не, на самом деле, вы еще не забывайте, почему может слегка пригорать. И нужно быть аккуратным. Мы добавляем с вами сахар. Соответственно, идет процесс карамелизации. И вуаля. Ну, поэтому аккуратнее немножко надо. Короче, ну и перейдем к заключительному. Возможно, спорное блюдо для кого-то. Но люди, которые не воспитаны мраморными стейками, помнят, что это такое. И когда было время, когда мне Денис там рассказывал, вот ножки Буша были, да, у него? У тебя тоже, наверное, да, были ножки Буша, естественно. Я вспоминаю почему-то вот это. Это не мои ножки Буша, но это всегда было какое-то лакомство для меня. Какая-то семечка. Здесь есть-то особо нечего. Я не воспитан стейками, мне это нравится. А на самом деле в Китае, если я не ошибаюсь, это, ну, они лапы едят, куриные. Для них это кайф. Эти вот с когтями, которые? Да, ну я пробовал. Ну, как хрящи. Ты любишь хрящики? Ну, не везде. Ну, мне, например, нравятся хрящики в куриных крылышках. У тебя нет? Да, в куриных крылышках, да. Особенно, когда хорошо прожают. Ты же помнишь, я раньше третью часть вообще съедал всегда. Да. Я прям засушивал и прям сгрызал. С костями шел. Умею, могу, практикую. Блин, обалденно. Опять же маринад. Мне кажется, нам удалось сделать небольшую поляну на тему пивной кухни. Иногда такие приколюхи очень удобные. Вы же понимаете, что это все гиперболизировано. То есть вы можете еще сделать салатик свежего, да, овощей. И вот там уже условно шашлычный этот стол. Ну, Наташ. А? Да, можно еще грибы замариновать. Можно грибочки замариновать. Забить уже на это чертовое это пиво нафиг. Оно нам надо уже с грибочками и соленьями со всеми этими, да? Уже можно уже что-нибудь как бы и другое. Там все дела. Мы с тобой старые алкаши. Я старый, ты молодая. Спасибо, Лед. Давай сойдемся на этом. Ребятки, если что, пальцы вверх. Если не нравятся рецепты, пальцы вниз. Викей будет здесь. Дзен. И что еще у нас там будет обычно? Телеграмм. Наш с вами любимый. Да, все, ребята, от души пока-пока. Мы будем трапезничать и наслаждаться теплыми деньками в Питере.